В Красноярске присяжные заседатели вынесли приговор по громкому делу об убийстве двоих человек. Шокирующий случай произошел в 2010 году, однако убийца все эти годы скрывался и только спустя 12 лет жестокого преступника удалось наказать. Следствием и судом установлено, что осенью 2010 года между подсудимым и 35-летним жителем Ачинска произошел конфликт, они не смогли поделить бизнес. Тогда один из предпринимателей решил конкурента убрать. Он купил самодельное взрывное устройство, поместил его в картонную коробку и подкинул ночью к воротам частного дома, где жил второй мужчина. Злоумышленник надеялся, что утром его жертва откроет калитку и устройство взорвется. Но все пошло не по плану. Бомба рванула, когда приехал брат сожительницы бизнесмена. Он погиб на месте. Дверь ему открыла сестра. Впоследствии женщина тоже скончалась в больнице. В долгих 10 лет убийца был в розыске. В 2020-м его нашли. Приговором суда преступнику дали 15 лет колонии строгого режима. Жителей Хакасии пугают фейком о смерти ребенка. В родительских чатах в последние дни активно распространяется новость о смерти малыша в инфекционной больнице. В Минздраве региона утверждают, это ложная информация. Как отметили в ведомстве, в чатах также гуляют фейковые сообщения об отравлениях газ водой, а также опасности употребления продуктов из черного списка. Это тоже не соответствует действительности. Причем эту новость опровергли еще в 2019 году. Минздрав призывает не распространять ложь в интернете. Доверяйте только официальным источникам. А другие мошенники от имени судебных приставов рассылают фальшивые уведомления о задолженностях. Об этом сообщили в пресс-службе управления. Письма об имеющихся долгах, которые, мол, в срочном порядке необходимо оплатить, приходят на электронную почту. В самом письме указаны даже меры принудительного характера, которые будут применены за неоплату. А во вложении содержится файл поддельного уведомления. Также выявлены случаи, когда в письме дана ссылка, ведущая на сайт, где якобы можно оперативно погасить задолженность. При переходе по ней запрашиваются данные банковских карт, а также загружается файл, который содержит вредоносный вирус. В итоге мошенники получают доступ к персональным данным граждан и их банковским реквизитам. Будьте бдительнее, судебные приставы никогда не уведомляют о наличии долга и возбуждении исполнительного производства через электронную почту.